Идиот, что ты творишь? Мы же не выберемся! Боль. Боль. Я её чувствую. Здарова, братаны! Вы на канале Дьюфплей, меня зовут Евгений Ии. Сегодня мы будем продолжать проходить вечного, так что погнали. Думаю, заняться чем-нибудь полезным. Может, восстановить пропавшие книги? Что думаешь, Ёль? А, я, ну, да, наверное, это хорошо. Мы с Иерихоном переглянулись. Всё хорошо. Какая-то ты усталая, будто в тумане бродишь. Да, немного устала. А ты как себя чувствуешь? Спросила она меня. Да, хорошо вроде. Я тоже. Так, если интересно. Ну, ладно. Юля стеснительно опустила взгляд в чашку Иеру и робко пила кефир. Что же, я пойду. Не терпится начать перестройку. Я был счастлив. С этой ночи я чувствовал себя прекрасно. Не знаю, что ждало меня впереди, но сейчас мне хорошо и я хочу запомнить это. Теперь у меня новая цель. Отстроить лагерь. Восстановить утраченное, добавить новое, украсить его, улучшить, если получится модернизировать. Для удобства я ночами занимал клуб кибернетиков. Несколько рулонов ватманов излагали чертежи новых домиков, которые я планировал возвести на пустоичьих местах или на отшибе. Ну, переключайся. Рядом постоянно терся и Ерихон и тоже что-то чертил, но показывать не хотел. На складе пылилась старая печатная машинка. Буквально одна ночь и она была в рабочем состоянии. Зачем она тебе? Чтобы восстановить пропавшие книги. Может, начну писать свои. Напишу автобиографию. О том, как я попал сюда, как жил и до чего дошел. Неплохо. Хмыкнула она и продолжил писать что-то в свой блокнот. Несколько недель проходили в трудах. На очереди были весла. Мы с Ерихоном пошли в лес топорами и пилами. Топор с приятным треском валил дерево. Знаешь, я хотел бы тебя попросить. Замелся он и вытер под солба. Что случилось? Юля очень странно на меня реагирует. Иногда вообще не реагирует. Давай, чтобы я вам не мешал, я просто не буду с ней пересекаться. Но ведь это ненормально. Переживу. Да и вам с ней легче будет. Если ты понимаешь, о чем я... Подмигнул Иерихон. Ну, спасибо, что ли? Да ладно, мы как братья. Одна большая семья. Точно. Мы улыбнулись в полной луне и продолжили работу. В перерывах между физической работой я пытался на память печатать книги, которые до этого читал. Даже не знаю, сколько я их перечитывал. Поэтому напечатать их снова мне труда не составляло. Иногда я печатал детские сказки или рассказы, которые в это время еще не вышли. Добавлял в них свои детали и получалось... Получи... Получались... Уже новые... Уже иные произведения. Наконец-то я был занят серьезной, а главное полезной работой. Даже приступы пропали. Я более не нуждался в таблетках. Стал хорошо спать по ночам. Конечно же, не забывал вести свой дневник. О всех моих приключениях. Не знаю, смогу ли я его показать остальным, но пока что подержу его у себя. Отдыхал я, как и раньше, за пианино. Иногда один, иногда в компании Юли или Ерихона. А ты не разучался играть, пока занимался... Этим? Забудь об этом, темные дни прошли. Теперь я в норме, правда. Я рада. Она обняла меня сзади. Временами она играла вместе со мной. Я ей показывал, куда надо нажимать. Дальше Юля все запоминала и играла сама. Как думаешь, что будет дальше? Не знаю. Но все введенные мною изменения остаются. Быть может, лагерь перестанет перезапускаться. В каком смысле? В прямом. Все начнут жить нормальной жизнью. Уезжать через неделю и приезжать на следующий год. А мы... Останемся тут жить. Юля радостно улыбнулась и вильнула хвостом. Или же я исчезну и вернусь вместе с Иерихоном обратно в свой мир. Юля испугалась и схватила меня за руку. А как же я? Я перестал играть. Я очень хочу взять тебя с собой. Правда. Но я ведь не повелитель времени. Понимаю. Я поднял ее голову. Я не знаю, что произойдет в следующую минуту. А ты такое спрашиваешь. Но я рядом. И хочу быть рядом. Так что давай насладимся тем, что сейчас дано. Хорошо? Угу. В одной из ночей мне приспичило сочинять песни. С этим у меня было туго. Но я переигрывал старые и новые из моего времени. Сливал их в нечто особенное. Слияние двух эпох сильно повлияло на меня. Пока что в лучшую сторону. Даже и Иерихон приходил послушать. Приятно иногда ненадолго вернуться в свой старый мир. Пусть и путем музыцирования. Согласен. Скучаешь? Знаешь, да. По всей этой простоте. По серости бытия. По темным тонам города. По сложности жизни, когда ты должен добиваться всего сам. А не когда тебе дано все сразу. А особенно по разгильдяйству. Улыбнулся он и лег на диванчик. Всегда любил подниматься на крышу и смотреть на звезды. Да вы романтик. Да ну тебя. Просто представь, если бы мы не были людьми, а звездами. Быть вместо звезд? Да. Жить в вечно холодной и прекрасной пустоте. Здороваться с пролетающими мимо астероидами и метеоритами. Улыбаться туманностям и планетам. Так, это можно пропустить, нет? Похоже нет. Будем этим пиздец как наслаждаться. Угу. Если веришь в перерождение, в следующей жизни наверняка станешь. Жуком вонючкой, например. О, смотри, жук вонючка. И Ерихон блаженно улыбался и смотрел, как насекомое ползет по его руке. Ты серьезно? Отпусти беднягу. Я же ему не делаю больно. Смотри, девочки уже свои вещи принесли. Серьезно? Да. Растелили полотенца покрывалом. Посуду разложили. Хорошо, что ты придумал собрать всех в одном месте. Он встал и положил руку мне на плечо. Ты молодец. Это наш последний шанс. Надеюсь. Наконец-то я смогу дописать эту книгу. Больше всего с ней промучился. Подходя к библиотеке, я услышал глухой стук падения. Я незамедлительно направился туда, резко отперев двери. Но никого не застал. Окна открыты. Ёкнуло сердце. Книга! Книга, написанная мной, пропала! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Не может такого быть! Ерихон! Юля! Это вы! Кто здесь? Я подошел к окну. Чё за... На нижней раме были тонкие царапины. Всю ночь я провел в поисках хоть кого-то. Но ни Юли, ни Ерихона нигде не было. В домике пусто. В клубах, столовой, шахтах тоже. Я устал и упал на скамейку. Площадь словно отражала мои мысли. Слишком тихо. В голове начало покалывать. Я сел и начал массировать виски. Неужели кто-то из них меня предал? Или сразу оба? Не узнаю точно, пока не проверю. Следующий день я провел как ни в чем не бывало. Я старался сохранять спокойствие и обычно общаться и с Юлей, и с Ерихоном. Когда подошла ночь, я пошел в наступление. С вечера я сидел в библиотеке, чтобы охранять свои труды. Я сделал вид, что заснул и просто ждал, когда кто-то из них или сразу вдвоем придут за второй книгой. Момент истины. Открылись окна. Кто-то влез внутрь. Неизвестный взял книгу и пошел обратно. Извини меня. Юля? Нет. Нет, нет, нет. Какого? Она погладила меня по голове, и я вскочил и схватил ее за руку. Юля вскрикнула и расцарапала до крови мою руку. Я... я... извини, я... Я просто не хочу, чтобы ты уезжал. Это я тебе постоянно мешала, я... Извини. Она выбежала вон через окно. Твою... Юля... Дура... Да что ты делаешь? В смуте и непонимании я дошел до медпункта, где обработал и перевязал рану. Как же я во всем ошибался. Это Юля. Как она могла? Ты серьезно? Да. Так она не хочет нас выпустить отсюда? И что ты предлагаешь? Ты ведь ни разу ее не трогал. Раз у нее получается оставлять тебе раны и шрамы, может и у тебя тоже получится? Ты предлагаешь мне убить ее? Ты точно готов? Я... я не знаю. Я постараюсь. Ольга Дмитриевна, ну давайте устроим пикник. Я такое место красивое нашел. Правда? Ну, давай посмотрим. Даже не спросила, как меня зовут. Неужто помнит хотя? Какая уже разница? Держи. Иерихон протянул мне нож. В столовой взял. Ты точно уверен? Нет. Ладно, извини. Не буду давить. Пора. Они скоро соберутся. Я смотрел на свое отражение на лезвие ножа. А если ничего не выйдет? Мы будем пытаться. Хотя бы первый шаг сделаем. На холодную сталь капнула слеза. Я сжал нож. Мне надоело это все. Я хочу обратно. Я оттолкнул его в сторону и бегом направился в шахты. Он еле успевал за мной. Мы добрались до тупика, где сидела Юля и по листам сжигала книгу. Увидев нас, она подскочила и вжалась в огромную деревянную дверь. Прошу, успокойся. Дай мне все объяснить. Я... К этому моменту подоспел иерихон. Минута. Остервенело выкрикнул я. Я не хочу тебя терять. Да, это я все время тебе мешала выбраться. Мы от удивления раскрыли рты. От какого удивления? Ты так уже все знал, дебил. Я забрала твой телефон. Я отрезал эту веревку. Это все я. Я. И я собралась тебе... Собиралась тебе сказать. Я не хочу оставаться тут одна. Прошу, пожалуйста, не покидай меня. Или убей. Я не хочу так жить. Ты не представляешь, каково мне. А ты... Ты вообще будто с ума сошел. Но я все время была рядом. Почему ты все равно хочешь уйти в свой мир? Потому что он наш. Родной. А у меня вообще никакого мера нет, кроме этого лагеря. Ну не мы же тебя сюда посылали. Тише, Ерихон. Дай ей договорить. Кто? И Ерихон? Удивилась она. Но... Да, ты постоянно его избегаешь. Вот именно. Что я такого тебе сделал? Ты... Ты... Ты о чем? Ты что, не видишь его? Кого? Ерихону. Здесь никого нет. Ты... Ты... Ты постоянно говоришь сам с собой. По ее щекам потекли слезы, и она упала на колени. Я выронил нож. Что? Перестань брыкаться, в конце концов. Я не могу обработать твои раны, если ты не будешь дергаться. Если ты будешь дергаться. Мне больно. Я же на пару минут отсюда вышла. Как ты умудрился? Нет, не трогай меня. Верните мне мой лагерь. Я начал резать себя. Уйди от меня. Эй, ты что тут делаешь? Это мой домик. Эй, что ты там делаешь? Но... Нам что, посидеть нельзя? Кому нам? Меня тоже зовут Семен. Я тоже из Питера. Не может быть. Я правда чувствую себя хорошо? Точно? Точно. И я тоже, если что. Что, прости? Я сумасшедший. Я сумасшедший. Я схватился за голову. Ты не настоящий? Ха. Видимо, нет. Улыбнулся он. Но ты же такой реальный. Когда душевно больные осознают, что они действительно больны, только тогда они понимают, насколько все может быть реально. И нереально. Это я и пыталась тебе все время сказать. Так почему же не сказала? Ты был все время занят собой и лагерем. Но я тебе не виню. Тебе надо было отвлечься от всего. Просто... Заткнитесь! Все! Я закрыл лицо руками. Значит, это я хромаю, мучаюсь от кашля. Значит, я говорил сам с собой. Я болен. Юля подошла ко мне и положила руки на плечи. Я тебе помогу. Как? Он же так реален. Он это я. Как и говорил чертов пионер. Но тебе надо решить. И Ерихон кивнул на валяющихся... Наваляющийся у рельс нож. Возможно, все это закончится, когда ты выберешься. А чем ты говоришь? Что ты хочешь сделать? Не. Не будем Юльку убивать. Полагаю. Я... Я... Держи! Я протянул нож Юля. Что ты делаешь? Я устал воевать. Сам с собой. Я дрожащими руками сжал ее руки. Я тут тоже... Давай просто... Подожди. Я перебил ее. Ты правда меня любишь? Конечно! Тогда позволь мне сказать. Я опустил ее руки. Спасибо. Я поцеловал ее и воткнул нож по самую рукоять себе в грудь. Нет! Что ты наделал? Юля хотела убрать руки, но я сжимал их с такой силой, что она не могла высвободиться. Я провернул нож несколько раз. Наконец-то. Боль! Я захохотал, чем поверг в ужас Иерихона. Меня и Юлю. Идиот! Что ты творишь? Мы же не выберемся! Боль. Боль. Я ее чувствую. Я упал на рельсы. И Иерихон начал ис... Исчезать. Нет! Нет! Нееееееет! Кто-то держал меня и плакал. Зачем? Зачем? Ты это сделал? Я просто хотел покоя. Этот лагерь. Подарил мне многое. И тебя. Я оставил на ее щеке кровавый след. Но отнял мой разум. Я... Я... Тебя. С последним кашлем я испустил дух. Дышать тяжело. Почему так сжет грудь? Под ладонями липкий линолеум. Как? Дома? Я разлепил глаза. Я на кухне на четвереньках. Недалеко валяется окровавленный кухонный нож. Я лежу в луже крови. На столе лежит телефон. Я выбрался? Резкая боль вернула меня обратно. Телефон. Скорая. Удивительно насколько я нужным оказался. За все время нахождения в больничной палате меня навещали и родители, и бывшие одногруппники, и даже некоторые забытые друзья. Рана на груди начала понемногу затягиваться. Как мне объяснили, я страдаю лунатизмом. За... Мне за это время выписали таблетки, будто я их у Виолы не наглотался. Я не стал рассказывать врачам, где я был. Видно, за это время, когда я умирал и спал в лагере, я бодрствовал в реальной жизни. Мне слишком дорога моя жизнь, чтобы тратить ее на посиделки с психиатрами. Тем более, когда я снова тут. Я чувствую себя прекрасно. Воздух слаще, пусть и больничный. И состояние расслабленности, как после долгого сна. Я встал на ноги с помощью всех близких и друзей. Оказывается, они безумно преданные, хоть их и немного. Но зато я узнал, что лагерь не моя больная фантазия. Я в детстве отдыхал в нем вместе с подругой. Правда, закрыли его с десяток лет назад. И снова здравствуйте. Даже не знаю, рад видеть или нет. У входа в клубы валялись осколки стекла. Ступая по хрустящей крошке, я пытался выловить каждый сантиметр здания. Поразительно, насколько все близко к тому, что я видел. Памятник. Имя мешает рассмотреть высокая растительность. Будем считать, что ты все еще генда. Потратив около часа на осмотр заброшенного лагеря, я хотел было отправиться в свою обитель. Где все началось и закончилось. Но отправиться он уже в сель... В следующий раз. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok